32-битный процессор 80386 был представлен компанией Intel в 1985 году. Он практически мой ровесник. И хотите верьте, хотите нет, производился он с самой корпорацией Intel аж до 2006 года. А в 2006, осмелюсь вам напомнить, уже вовсю производились процессоры Core 2 Duo. Максимальная тактовая частота 386 составляет 40 МГц, против 2,4 ГГц в топовом Core 2 Duo E6600. Но даже несмотря на такую разницу в производительности, огромное количество промышленной техники все еще используют 386-е процы и по сей день. Станки, электронные музыкальные инструменты и даже самолеты и космические корабли. Почему? Да все банально и скучно. Деньги. Вот, к примеру, самолет Boeing 747-400, до сих пор активно использующийся гражданской авиацией бесчисленного множества стран. Разрабатывали его в 1988 и выпускали аж до 2009. Как вы думаете, сколько бы стоило в процессе производства полностью переработать уже отточенную и рабочую схему самолета? Очень дорого. Да и зачем? Ведь использующийся в нем как раз 386-й процессор от Intel по сей день прекрасно выполняет возложенные на него функции. Так что проще, продолжать использовать устаревший по меркам видеоигр, но зато просто копеечный процессор из 80-х, более чем подходящий для всех задач? Или полностью перелопачивать устройство судна и тратить на это миллионы долларов? Ответ очевиден. Кстати, любопытный факт из той же сферы. Навигационная база того же 747-400 по сей день обновляется каждые 28 дней с 3-х дюймовых дискет. И это не шутка. В 2023-м. Естественно, в 2000-х 386-е процессоры выпускались уже не только в своем стандартном виде, но и в более современном, так называемом System on Chip. Это когда внутри одной микросхемы идет и процессор, и чипсет. И не только самой Intel, но и сторонними компаниями с использованием ядра процессора 80-386 или, как его стали называть позже, i386 для совершенно различных, но по сути своей схожих целей. Недорогого решения промышленных задач с техническими запросами, не изменившимися за 37 лет с выпуска первых 386-х процессоров. А благодаря тому, что System on Chip 386-е процессоры еще и достаточно компактные, даже по сегодняшним меркам, всегда найдется сумасшедший типа нас с вами, который подумает, а почему бы такую штуку не использовать для чего-нибудь менее тривиально. Например, на фоне сегодняшней популярности ретро-компьютеров сделать портативный, но при этом настоящий 386-й компани-эмулятор для того, чтобы играть на нем в ретро-игры или запускать какой-нибудь доисторический софт. Благодаря такому энтузиасту из Китая на свет появилась вот такая штука. Хэнд 386. Самый настоящий, полноценный 386-й комп, умеющий все то же, что и его настольный собрат из 80-х, но при этом помещающийся в ладонь и сделанный в 2023-м. Бред полнейший. Но мы же с вами тут собрались как раз потому, что любим всякие странные и иной раз совершенно бесполезные вещи. А посему, мимо такого сумасшествия, я тоже пройти не смог, и у меня на столе появилась вот такая невзрачная коробочка. Важно понимать, что с потребительской точки зрения это устройство не выдерживает совершенно никакой критики. Учитывая, что это на ладонник на базе самого настоящего 386-го процессора, это вроде как даже и объяснять должно быть не нужно. Но я уже столько раз видел комментарии из серии «Да проще купить какую-нибудь недорогую консоль для эмуляции в 5 раз дешевле, чем эта!» Что все же проговорю. Хэнд 386 – штучная железка, созданная энтузиастом для энтузиастов. Одним упоротым любителем древних железок для других таких же любителей древних железок. И ожидать от него что-то, кроме «Блин, офигеть, мини-386-й комп, выпущенный в 2023 году», не стоит. А вот с точки зрения сумасшествия, Хэнд 386 – просто нереальный прикол. И сегодня мы с вами посмотрим на него максимально близко. Привет, друзья! А вот если вы хотите достойное и современное карманное устройство, на котором и поиграть нормально можно, и видосики посмотреть, да и просто приятно использовать его в повседневной жизни, обратите внимание на новые смартфоны от компании Tecna – POVA 5 и POVA Neo 3. Обе модели уже доступны российским пользователям. У меня сегодня POVA Neo 3 – смартфон со сверхъемким аккумулятором на целых 7000 мАч, что обеспечит более 14 часов непрерывной игры или более 22 часов просмотра видео. В POVA Neo 3 установлен процессор Mediatek Helio G85 – проверенный чипсет с отличной производительностью и плавной работой в мобильных играх при просмотре видео или скроллинге соцсетей. Также гаджет обладает внушительным объемом внутренней памяти 128 ГБ для хранения всех нужных файлов. Оперативная память 8 ГБ помогает смартфону работать быстро и плавно, а возможность расширения до 16 ГБ с технологией Memory Fusion позволяет увеличить количество приложений в фоновом режиме с 15 до 20. Все это в стильном дизайне Turbo Mecha в трех разных расцветках – черный, синий или золотой, с текстурой в виде металлических пластин, подчеркивающей сочетание красоты, технологичности и мощи устройств. Добавьте к этому всему камеру в 16 Мп, отлично сбалансированную для съемки в любое время суток, и дисплей с большой диагональю 6,8 дюймов, четким разрешением HD+, и частотой обновления 90 Гц, а также стереодинамиками для насыщенного звука. И сделайте правильный выбор своего нового смартфона. Ссылка на смартфоны POVA Tecno в описании. Итак, благодаря моим замечательным подписчикам и не менее замечательному автору этого устройства, который отправлял мне его аж три раза подряд, когда то одной, то другой таможне что-то не нравилось, и посылка никак не хотела до меня добираться, я сегодня держу в руках HAND386, и в конце сегодняшнего ролика разыграю его среди тех, кто донатил на сегодняшний ролик. Еще раз большое спасибо всем поучаствовавшим в сборе. В комплекте с самим компом идет провод зарядки и американская вилка. Благо, на проводе USB блок в розетку найдем. Дополнительная плата для подключения внешней клавиатуры и мыши, уточню сразу, что для HAND386 подходят только PS пополам клавомыши, и несмотря на то, что на самом компе есть USB разъем, к нему можно подключить только флешку. И внешнего монитора ПВГ. Скажу сразу, что в моем понимании это устройство хорошо только как портативное, и зачем бы мне могли понадобиться с ним внешние устройства, совершенно непонятно. Как десктоп можно пользоваться намного более удобными железками, а использовать его – очень странная затея. Хотя, возможно, идея была в том, чтобы сделать из HAND386 своеобразный Nintendo Switch. Мол, может оно и то, и то, а там решай сам – надо оно тебе или не надо. Спойлер – не надо. Ну и, собственно, сам девайс. Вот такая штука. Те, кто интересовался самой железкой, уже, наверное, ее видел. На ютубе есть несколько западных роликов от автора, в котором HAND386 доехал намного быстрее, чем мне. Но на всякий случай я все же кратко покручу его в руках, если кто-то еще его близко не видел. Спереди у нас полноценная клавиатура просто ужасного качества. К этому мы еще вернемся. И вполне неплохой экран. Я видел ролики западных авторов, и некоторые жаловались на то, что у экрана низкая яркость и плохой угол обзора. Но я таких проблем совершенно не заметил. В процессе съемки мне было отлично все видно и в камеру, и просто сбоку глазами. В качестве картинки вы убедитесь чуть позже и сами. Сбоку имеется разъем 8-битной ISO-шины. В нее через переходник можно подключить полноценные ISO-платы от настоящего компа. Например, тот же Sound Blaster. Забегая вперед, по звуку тут только спикер и Yamaha OPL3. По сути, карта, совместимая с Adlib. И так же, как и в случае с внешними клавиатурами, мышами и монитором, мне совершенно непонятно, кто будет таким в здравом уме заниматься. Клин с канала LGR попробовал. Все работает. Но я не настолько безумен. Представил себе прям ситуацию. Берешь этот девайс с собой, например, в метро. Садишься такой, достаешь железяку, плату расширения, клавиатуру, мышь. Потом еще вот этот вот переходник на ISO-слоты. И достаешь из бокового кармана рюкзака Sound Blaster. Ну, вы поняли. С другой стороны, USB-разъем. Как я уже сказал, работает он только для флешек. Чтобы было удобно переносить данные. И да, драйвер для флешек есть даже для MS-DOS. Так что переносить данные через нее в теории не составит никаких проблем. Главное, помнить, что флешка должна быть отформатирована в FAT32, а не в NTFS. Чтобы, как я, не тратить полчаса времени на то, чтобы понять, какого же рожна ничего не работает. Ради теста я перенес на флешки чекит, в котором можно посмотреть на характеристики устройства и сравнить его, например, с настоящим IBM XT. К этому сравнению мы вернемся в ролике про другую железку. Вы же понимаете, что бук 88 у меня тоже теперь есть, да? Сквозь полупрозрачный корпус сзади виднеется железная внутрянка и CF-карта, выполняющая функцию жесткого диска. Решение тоже достаточно классическое, поскольку CF-карта по сути тот же IDE-диск, просто с другой распиновкой. Работает как часы. Единственное, что не продумано, достать эту CF-ку оттуда очень проблематично. Я в итоге для этого полностью раскрутил корпус, иначе вытаскиваться она не желала. Зачем я вообще ее доставал с учетом наличия USB-разъема? Ну, хз, подключил через картридер, да закинул все сразу за раз. Да еще и на всякий случай снял образ с этой CF-ки, чтобы, если что-то с ней случится, не бегать и не искать драйвера и прочее, а просто раскатать образ обратно, да и делов. Бэкапы — это важно. Слева внизу тот самый System on Chip 386, M61-17D с процессором 386SX 40 МГц. Также у нас тут 8 МБ оперативной памяти, что для 386-го прям дофига, ну и видеопамять и VGA-видеочип. Автором сюда любезно предустановлен MS-DOS 7.1 и Windows 95. Ну и, само собой, небольшой набор игрушек. Запуск первой же из них выявляет важный недостаток. В Raptor Call of the Shadows невозможно управлять кораблем. Почему? Потому что управление им осуществляется при помощи нампэда, а сменить управление в игре нельзя. Нампэда на Hand 386 нет. Меня терзают смутные сомнения, что не мог автор так профокапиться и предзагрузить на девайс игру, в которую нельзя поиграть. Так что наверняка есть какое-то сочетание клавиш, переключающее назначение кнопок, чтобы нампэдом стали другие кнопки. Но, увы, мне его найти не удалось, а инструкции в комплекте не было. С другой стороны, Тириан, нормально управляющийся просто стрелками, в моментах с облаками на экране не кисло так лагает. Но при этом тоже предзагружен на устройство. Да, повторюсь, это не серийный коммерческий продукт, как какая-нибудь PlayStation Mini, а железка, сделанная автором по фану в штучном экземпляре. Он и сам был очень удивлен таким интересом к своей разработке, но выбор игр, при том, что существует более чем достаточно тех, что будут работать на железке вообще без нареканий, немного удивляет. Могу лишь предположить, что выбирал он их не по качеству работы, а по популярности у себя в стране. Тут даже какая-то китайская DOS-RPG присутствует. Естественно, куда же без него, тут есть и Wolfenstein. Работает он отлично, но играть на этой клавиатуре полный отстой. Играть с нее лежа для красивой картинки просто неудобно. А если взять девайс в руки, типа handheld, из-за конструкции самой клавиатуры становится еще неудобнее. И не только потому, что сама клава на ощупь будто бы переехала сюда с дешевого китайского кнопочного мобильника или с самого дешевого китайского джойстика для Dendy, но и потому, что чтобы железка определила нажатие на кнопку, оно должно быть максимально ровным и глубоким. То есть, если не нажимать на кнопку строгим и четким движением сверху вниз, кнопка не нажимается. Ну, вы, собственно, видите сами мои попытки сделать так, чтобы Бласкович шел вперед. Клавиатура девайса — моя первая серьезная к нему претензия. Она очень плохая, и для портативного устройства это действительно критично. Вторая — отсутствие хотя бы какой-нибудь пипки, исполняющей функцию мыши. Главный вопрос современности касательно любого компьютера не меняется уже много лет. Может ли он запустить Doom? И да, Hand386 может. Но далеко не идеально. И не потому, что само устройство какое-то не такое, а просто потому, что Doom вышел в 1993-м и для плавной работы требовал уже 486-й процессор. Несмотря на это, технически запуск на процессорах предыдущего поколения тоже возможен. Но чтобы хоть как-то немного в него поиграть, придется делать очень маленький размер экрана и ставить детализацию на лоу. Но в таком виде об игру можно просто сломать глаза. Возможно, кто-то в 1993-м и играл так, но мы не будем. Само собой, есть вариант поиграть в Doom на 386-м без тормозов, но это уже больше шутка, чем полноценное решение, к которой я вернусь буквально через несколько минут, залив на CF-ку нашего хендхелда еще несколько игр, которые мне хотелось бы протестировать. Отмечу только перед этим еще один момент. Вдобавку к DOS-у, тут еще зачем-то предустановлен Windows 95. 95-я винда на 386-м уже сама по себе странная затея, а вкупе с отсутствием мыши еще и достаточно бесполезная. Да, как я уже говорил, через внешний адаптер к хенд 386 можно подключить внешнюю PS2-мышь или даже клаву. Но просто зацените, размер самой мыши сопоставим с компьютером. Но в чем прикол таким заниматься? Плюс ко всему подойдет далеко не каждая мышь. У меня вот, например, под рукой оказалась только оптическая от Genius, и ни DOS, ни Windows 95 на хенд 386 не захотели ее распознавать. Питание на мышь идет, а вот система пишет, что устройство не найдено. Уж простите, поскольку сама идея Франкенштейна такого размера мне кажется максимально глупой, искать грызуна, который заработает, я не стал. Почему было не сделать на этой клавиатуре пипку, как на старых ноутбуках, тем более учитывая предустановленную винду, мне совершенно непонятно. Ну что же, я закачал на ЦФ-ку еще несколько синтетических тестов и готов еще немного вас повеселить. Во-первых, про Doom. Есть в этих ваших современных интернетах проект под названием Fast. Doom. Его идея в том, чтобы запустить мерило компьютерной индустрии на любой картошке, с любым железом, и чтобы оно хоть как-то, но заработало. Ограничения есть только одно. Несмотря на то, что существуют версии Fast.Doom и для EGA, и для CGA видеокарт, я уже даже не говорю про текстовый режим. К сожалению, процессор даже для Fast.Doom нужен минимум 386. То есть на 2-ке или на X-тишке запустить Doom просто невозможно, потому что код игры используют инструкции i386, которых просто нет в более старых процессорах. Это примерно та же ситуация, что и с более поздним Quake. Чисто теоретически, в несколько кадров в секунду, его возможно запустить на 386, и однажды я все же это сделаю. Но для его запуска нужно минимум 8 мегабайт оперативной памяти, а самое главное — 387-й со-процессор, которого у Hand386 нет. Поэтому Q1, увы, не сегодня. Но вот Fast.Doom — пожалуйста. С видеокартой у нас проблем нет. Тут установлена VGA. Но и EGA, и CGA Doom на Hand386 запускаются, и естественно работают немного шустрее, чем полноценная VGA-версия. Но что, если мы хотим, чтобы игра вообще не тормозила? Что можно сделать для этого? Ну, можно, например, запустить ее в разрешении 80 на 50 в 16 цветах в текстовом режиме. Нет, а чего вы ржете? Вы что, не можете понять, что перед вами Doom? Вот и я считаю, что можете. Я вам скажу даже больше. Если бы и в таком виде Doom у нас тормозил, у Fast.Doom есть еще одна опция. Тот же текстовый режим, только в разрешении 40 на 25. А? Как тебе такое, Джон Кармак? Что там? 486-й нужен для твоего Doom? Выкуси! А тот, кто сейчас будет рассказывать, что так невозможно играть? Смотри, я могу. Я даже первый уровень совершенно без проблем прошел в таком виде. Романтика же! Вы чего? И никаких тормозов. Стабильный 30 кадров в секунду. Нет, ну а вы что думали, что все эти картофельные режимы придумали уже в современности, в этих ваших GTA и Киберпанках? Как бы не так. Естественно, старенькие игры типа моих любимых гоночек Stance, они же 4D Sports Driving или Indiana Jones Arcade работают без каких-либо нареканий. Что неудивительно. Ведь они и на 286-м бы нормально работали. Аркадки типа Prehistoric 2 также без каких-либо вопросов к железу, кроме клавиатуры. Когда я думал, что ее больно использовать в Wolfenstein, я просто еще не представлял, каково будет нажимать не одну, а сразу две клавиши на ней, чтобы, например, перепрыгнуть в прихисторике через яму. Я лучше не буду это описывать, а то просто начну переходить на оскорбление. Поэтому надо признать, что если говорить про игры, Hand 386 лучше всего подошел бы для чего-то более спокойного, например, первой цивилизации. Хотя подожди, в ней же тоже для комфортной игры, и даже фиг с ней с мышкой, нужен нампэт для перемещения юнитов. А ведь серьезно, играть в ту же Циву на такой штуке было бы просто супер прикольно. Или в Дюну 2. Хотя подожди, что ты говоришь? А, ну да, ну да, пошел я без мыши от Дюны подальше. Ну, хорошо. Есть же, например, куча классических РПГ, отлично работающих на 386, и в которые можно было бы играть без мыши. Вот, к примеру, тот же первый Lens of Lore. На стационарном компе в нее сейчас играть как-то времени жалко. А вот в портативе самое то. Да идите вы лесом, блин! Что со скоростью движения курсора? И почему, если игра поддерживает управление одной только клавиатурой, в ней нельзя регулировать эту скорость? Вот сейчас я даже не знаю, кто больше надо мной издевается. Вествуд, сделавший такое ужасное управление с использованием одной только клавиатуры, или все же разработчик Hand386, не подумавший о том, чтобы сделать на устройстве банальную ноутбучную мышепипку. Да и черт с ним! Знаете, во что можно нормально на нем поиграть? В одну из самых классных игр эпохи 386, имеющую одну очень неприятную техническую особенность, создающую проблемы при запуске на современных компьютерах. Первый Wing Commander. Дело в том, что скорость работы этой замечательной игры напрямую привязана к тактовой частоте процессора, и если запускать ее не на 386, она будет убер-быстро летать, и играть будет просто невозможно. А вот на Hand386 скорость ее работы в полном порядке. И управление курсором с клавиатурой тоже, кстати, работает более чем прилично. Не могу еще не поделиться ностальгической находкой в папке с игрой. Помните, как во времена тотального ПК-пиратства ДОС-игр у нас в 90-х, когда ни о каких лицензионных коробках и речи не могло идти, а игры переписывали с нами друг у друга через дискеты, в некоторых серьезных играх наши пираты-переводчики добавляли электронный мануал в комплект с игрой. В Space Quest 4 в таком были ключи к защите от копирования, а вот в Swing Commander вообще шел полноценный гайд с описанием вселенной, управления и даже подсказками по прохождению. Вот времена-то были, а? Помнить и помнить, конечно, но в такие моменты я на полном серьезе пускаю такую скупую ностальгичную слезу под детство. Ну что ж, вот такая нам досталась железка. Еще раз хочу напомнить, что воспринимать ее как какое-то современное устройство для игр в ретро не нужно. Да, к Hand 386 очень много вопросов. Стоит он космических денег. Сейчас уже его в продаже вроде как нет, но просили за него около 200 баксов. Но это просто штучный проект, сделанный энтузиастом для энтузиастов, и это настоящий 386-й компьютер, выпущенный в 2023 году. И только за это я готов простить автору абсолютно все. Тем более, что он не забил на своей железке, когда их раскупили, а очень обрадовался, что такое интересно не только ему одному, смотрит и слушает все, что говорят о его проекте в интернете, и вот вам настоящий инсайт, написанный автором мне в личных сообщениях. Планирует учесть все огрехи и через какое-то время выпустить его обновленную версию. И лично я с огромным удовольствием ее тоже потрогаю, если получится. Ну а что касается конкретно этого, Hand 386. Ну а теперь, как я и обещал, эту железку я разыграю среди задонативших на то, чтобы этот ролик появился. Все ваши донаты у меня, как в прошлый раз, собраны в список. 67 человек поддержало этот ролик, и сейчас, благодаря генератору случайных чисел, мы онлайн сделаем. Итак, 67. 1, 67. И победителем становится номер 45. Номер 45. Станислав Смирнов. Поздравляю, братан. Ну что ж, теперь тебе нужно придумывать, что делать с этой, с одной стороны, замечательной, а с другой стороны, совершенно бесполезной для 2023 года штуки. Я напишу тебе на электронную почту, которая у тебя была привязана к твоему донату. Поздравляю. Ну а всем остальным огромное спасибо за участие. И если вам все еще нравится этот формат, где я покупаю какую-то интересную железку, вы на нее скидываетесь, а я потом дарю ее кому-то из вас, благодаря случайному числу, мы еще так сделаем. Также огромное спасибо всем, кто поддерживает канал на Boosty и Patreon. Разовые сборы на конкретные, интересные и мне и вам девайсы с последующим их розыгрышем, я буду обязательно продолжать. Но вот те ребята, которые просто на ежемесячной основе продолжают мне помогать финансово снимать для вас ролики, просто космически офигенно. Спасибо вам всем огромное. Уютный подвальчик в привычном всем виде продолжает сегодня существовать исключительно благодаря вашей поддержке. Если кто-то из зрителей тоже хочет присоединиться к этим замечательным людям, ссылки на Boosty для тех, кто живет в России и на Patreon для тех, кто живет за рубежом, есть в описании. Я, в свою очередь, в благодарность поддерживающим канал, выпускаю там все выпуски без рекламы, а еще и эксклюзивные ролики, которые вообще не появляются в открытом доступе на канале. Такие дела. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, было интересно. Как обычно, если понравился ролик, не забывайте поставить ему большой палец вверх, а также подписывайтесь на канал, если сегодня здесь вдруг впервые. А у меня на этом все. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok